Штрафы, постоянные предупреждения и проверки госинспекции по труду дают хорошие результаты. Количество выявленных нарушений в сфере неформальной занятости в этом году существенно сократилось. Но задача межведомственной комиссии – довести этот показатель до нуля. Пока же в Сочи из почти 340 тысяч работающих людей 70 тысяч до сих пор не оформлены. Это совершенно точно приводит к социальной нестабильности. Люди, которые сейчас подвергают себя риску и позволяют в отношении себя не оформлять трудовой договор, остаются в зоне риска и при выходе на пенсию прежде всего, потому что нет страховых отчислений в период их работы. И, соответственно, налоги не поступают в муниципальную казну, потому что это основной налог НДФЛ, который работодатель по закону должен оплачивать за каждого своего сотрудника. Причем сумма налога в разы меньше, чем штрафные санкции. Напомню, что для должностных лиц они достигают 20 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч за одного неоформленного работника. За последний период мониторинга во всех районах курорта было выявлено 20 нарушений. В основном это индивидуальные предприниматели в сфере торговли, владельцы салонов красоты и мини-гостиниц. Материалы по ним переданы в Краевую инспекцию охраны труда для проведения проверки.